МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Акцию «Один и день безпеки» завершила яркое свято. Увековешивание по 2 года до 80-ти год за створение партизанского отрада «Большовик» примиркована реконструкцией мемориала «Партизанская крыничка». А зараз об этом и иншим. Больш подробязно. На переду дни профессийного свято милиции в Гомельском палацово-парковом ансамбле ознагородили лепших правоохоуников региона. Супрацовники милиции из всей Гомельщины отримали заслуженные ознагороды с рук старшиней Гомельского облаконкама Геннадия Соловья, а так само начальника областного управления внутренних справ Александра Васильева. Представленные до узнагород правоохоуники разных званев. У кожного свой стаж працы в силовых структурах, але их объедновывая шире данность нелегкой справе оборонять закон. Геннадий Соловей пожадал милиционерам зауседы заставаться тривалыми и мужными на користь родной Гомельщины. Вы преданы присяге. И сегодня та работа, которая проводится, она проводится на благо нашего народа, на благо нашей Гомельщины. Поэтому пожелаю вам в этом день всего самого лучшего, крепкого вам здоровья и вашим семьям благополучия. И чтобы наши регионы не затратили никакие катаклизмы, никакие те проявления, которые имеют место. Потому что благодаря вам мы им спокойствуем на территории Гомельской области и целом нашей республики. Узнагороды, которые отримали правоохранительные системы в целом. И сотрудники органов внутренних дел Гомельской области будут продолжать с гордостью нести этот штандарт закона, который нам доверило общество и государство. Для меня лично находиться в этом зале среди награжденных это большая честь, потому что здесь собрались лучшие и достойнейшие из милиционеров области. Один и день беспеки. У рамках республиканской акции у Гомеля прошло масштабное мероприемство. Открытая пляцовка каля ледового палаца собрала представников разных служб и организаций. Не просто нагадать жахарам города о правилах беспеки, а лезробить их это яскраво и позитивно, як на соправдном святе. Подробязности в наступном сюжете. Один и день беспеки дозволил службам, які удельничали у святе, целком продемонстровать свой техничный потенциал. То, что специалисты Гомельшины выкарыстовывают подчас штоденной працы, зараз протстала у васе дорослых и дятей. Техника и экипировка МНС, департамента Аховы, держаута инспекции, да усяго можно докрануться, примеры цити поездить на ведомостном транспорте. Оснашенность служб постоянно расте. С кожным годом на их узбраение возникает нечто новое. На этот год в планах есть. У нас, конечно, сейчас более мы развиваем систему видеонаблюдения, потому что, как многие знают, сейчас очень популярно интеллектуальное видеонаблюдение, позволяющее производить как и распознавание лиц, так и осуществлять допуск на объекты, то есть без всевозможных ключей, чипов, то есть по, скажем так, видеокамера фиксирует лицо, сопоставляет с базой данных. Час проведения свята, наприконцы лютого, выбрали не выпадково. Зимовый сезон Амаль скончился. Тому необходно подвести пеуные выники дейности. Жахары региона отвыкли от такой зимы. Все лето я напрыбавила працы розным службам. В этом году зима удалась, было достаточно прочное ледовое покрытие, но все-таки жертв избежать не удалось. На данный момент, начиная с этого года, у нас три удопления, три творческих случая. Сейчас хотелось бы обратиться к всем жителям Горнинской области, предупредив о том, что сейчас будет интенсивная таяния льда. Необходимо быть предельно осторожными, не выходить с налета. Нажимай на кнопку. Вот на вот это. Вопыт и веды децям. Такий девиз одинага дня безпеки. Перш за усе яны, хлопчики и девчонки, школьники и малые, павинны разуметь, як треба карыстацца бытовой техникой, правильно пераходзіць дорогу, ведаць нумары телефонов, каб вызваць специалистов падапамогу. Веселая свята с песнями, танцами, флэшмобами стала и шейкарысным урокам для самых маленьких. Очень отрадно, что на такие мероприятия приходят родители со своими детьми, потому что именно наши дети – это залог нашей безопасности, и обучение их основам безопасности очень важно. Самое интересное, что по завершению мероприятия дети и взрослые смогли получить обучающую наглядно-изобразительную продукцию как от работников МЧС, так и от других субъектов профилактики. Первый этап республиканской акции «Один и день безпеки» завершенный. Его организаторы спадяются, что свято подарило же храм города не только позитивное уражение, но и понимание, насколько важно выполнить необходимые мероприятия. МИКОЛАЙ СКИНЦИЯН, ЯУЕНН МАКЕЕНКО, ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ ГОМЕЛЬ Институт «Гомель-громадян-проект» распрацовывает варианты реконструкции мемориального комплекса «Партизанская крынечка». Он находится на месте базирования партизанского отрада «Большовик». Все лето с дня его творения исполнится 80 лет. Кончатковый вариант будущего мемориала по кульне зацвержен, но про пановы архитектора уже вядомые. Подробности в материале наших корреспондентов. Сучасный выгляд это место не было в 1983 году после будовинства помника у гонор партизанского отрада «Большовик». Архитекторы Института «Гомель-громадян-проект» пропоновали открытие тут музейной экспозиции, але по неких причинах тады от этой идеи отмовились. Некольки десяти годзе тут проходили встречи поколений с уделом ветрану Великой Чыны Войны. Мероприемства примерковались до черговой годовины створения партизанского отрада, який некольки месяцев базировался в этом месте. У жнивне 1941 года его выбрало тагочасное городское керавництво, по пришине наявности пятной воды и тяжкодоступности. У первой месяца войны дорогу сюда ведали немногие. Первые 37 человек насчитывало, когда был создан отряд, и до объединения с Гомель-Сельским после этого стало их 50 человек. Избрали командиром партизанского отряда, так сказать, имевшего опыт гражданской войны, директора, авторем завода Федосенко. Так сказать, он во время гражданской войны был замкомандир полка, поэтому имел опыт боевых действий, ну и вот на нем сошлись. Бадай, основные проблемы при реконструкции мемориала партизанская крынишка будут связаны с необходностью будавництва новой дороги. Як высветлялася створать инфраструктуру на кшталт автомобильных стоянок каля сушасной трассы Нильга. Побыч проходить магистральный газопровод. И гэтая территория относится до Аховной зоны. Есть пытание по открытии тут музея. Разом с тым основные контуры будущего мемориала, вядомые уже сёння. Гэта будзе месца, дзе можна будзе проводзе и сустрэчши, и военных историшной реконструкцией. Поплошши новый комплекс будзе больш засушасны, прикладна у 25 разов. При создании комплекса планируется реконструкция существующего памятного знака, созданного в середине 1980-х годов по проекту нашего архитектора Машутина Анатолия Ивановича. Создание партизанской деревни в виде стилизованных землянок, навесов. Создание на основе существующей поляны места для проведения военно-исторических реконструкций с устройством окопа по стандартам военной науки. Место достаточно удалённое от города, поэтому одна из основных задач это благоустройство существующей подъездной лесной дороги к мемориалу. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанькор, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня коллектив управления Следующего комитета по Гомельской области сустрелся с депутатом Палаты представников национального схода Республики Беларусь Виталем Уткиным. Головная тема размовы выник из 6-го Усебелорусского народного схода. Следующие означают, важно обмерковать основные тезисы форуму не только по межсобою, али и с теми, кто непосредственно уйму дельничал. Сотрудники Следственного комитета Гомельской области с вниманием слушали в первый день начала собрания выступления главы государства. Но вместе с тем, для того, чтобы повторить, а самое главное, донести до сотрудников те моменты, которые, возможно, были в результате служебной занятости пропущены, на сегодняшний день мы пригласили депутата Палаты представителей Виталия Юрьевича Уткина, который довел до нас те актуальные моменты, прозвучавшие на 6-м Всебелорусском собрании. А кроме того, депутат щиро подяковал супрацовников комитета за их працу. По словам Виталия Уткина, в умовах тяжкого внутриполитичного становища правовые структуры проявили непохисность и мужность для того, как захавать парадок на Гомельской земле. Сегодня было необходимо сказать слова благодарности силовому блоку в данной ситуации непосредственно следственному управлению Гомельской области той нелегкой правовой работе, которая была под таким давлением грязной спекулятивной политики, которая выстояла этот бой и еще раз как бы отстояла законные конституционные права наших граждан. В Гомеле супрацовники ДАИ и регионального центра правовой информации провели суместную акцию. С первых осаковика уступили усилу смены в кодексе об администрационных правопорушениях в том, как относно обеспечении дорожного руха. В угольной форме жахары города доведалися об новоувядениях в правилах дорожного руха, а так само об новых мерах отказности за правопорушения. Удельников акции чекали корыстные подарунки. Водителям, пешеходам, велосипедистам напомнили о том, что у нас сегодня произошли изменения, поинтересовались предварительно в курсе ли они этих изменений. Всем участникам акции мы дарили книги ПДД, в которых есть подсказки с ответственностью предусмотренной за те или иные правонарушения, а также календари и полезные сувениры. Практичный заняток для наученцев колледжа. Будовничий трест номер 14 организовал открытый урок на месте будовництва нового корпуса больницы худкой медицинской допомоги. Предприемство долгий час сопрацовничает с разными научальными установами областного центра, директует будущих будовников. До пандемии такие занятки проходили один раз на три дня. Наученцев запрашали на заведение самых разных объектов, жилевых будинков альбо социальных установ. Однако эпидемичная ситуация унесла коррективы в эдукационный процесс. Действие была прекращена, сейчас ее снова обновляют. На месте будовництва нового корпуса больницы худкой медицинской допомоги сегодня был организован открытый урок для наученцев дорожно-будовничьего колледжа. Усего запросили 20 человек со специальностей промысловое и громадянское будовництво. Был удивлен, мне понравилось, мне рассказали, как устанавливается, что применяется. Ну и в целом мне понравилась вообще площадка, на которой я сейчас нахожусь. Студенты колледжа осваивали практику бетонирования, вязки арматуры, установку опалубки. Считаю, что проведение таких мероприятий будет способствовать закуплению полученных знаний, соответственно, повышению качества образования. Пригажостью мода на службе удоброчинности Angel Fashion Show 2021 отбылось и у Гомеля. Мероприемства ладили разом. Центр моды и пригажостью «Хрустальная нимфа» и Гомельская областная организация Белорусского товариства «Червоного крыжа». У программе были показы дизайнерского одзения, конкурс на лепший костюм «Аньола», музычные номеры. Головная мета фэшн-свята – сбор охверований на корысть подопечных «Червоного крыжа». Сама идея на протяжении многих лет и так уже летает в воздухе, благотворительность всегда была актуальна. Единственный вопрос заключался в том, как это интересно подать по-новому, как можно по-новому активизировать инициативу граждан принимать участие в благотворительности. И, собственно говоря, на этой почве мы призадумались, учитывая профиль деятельности нашего учреждения, это моделинг, культура, искусство, решили совместить два хороших дела благотворительность и красоту. И вот, в общем, получился такой вот проект. Средства, которые мы сегодня соберем, они пойдут на реализацию медико-социальной службы «Красного креста» допомоги, которая занимается двумя подразделениями, можно сказать. Первое – это няни вместо мамы, это наши нянечки, которые работают при больницах с детками-сиротами, которые оказываются в учреждениях лечебных для того, чтобы помогать им, скажем так, скоротать эти дни лечебные и быстрее выздороветь. И второе подразделение работы медико-социальной службы – это непосредственно работа с пожилым населением, одинокопроживающим, тяжелобольным, которым также нужен уход и помощь близкого человека. Усход и заход на одной сцене. Эстрадный симфоничный оркестр имя Василевского представил новую версию проекта «Устыли рок-тры». Программу собрали с переплетения у замежного и айчинного рока. Битлз и у воскресенья, диппепл и ночные снайперы, депешмот и сплин – вечно молодые сусветные легенды. Пригажусь и урочистость симфоничного гучания оркестра звучала с напором и драйвом року. Больше за две годины гости вечера назирали за сполучениями разных музычных традиций, любовь до яких с годами только мацней. Роковые произведения мировой музыки, мирового направления рока, они более, скажем так, какие-то серьезные. Тексты там более глубокие и иногда они насыщены каким-то таким рэквийным содержанием. Вот русский рок, он более ироничный, сатиричный, он легче. Скажем так, славянская душа относится к року как к какой-то такой вот сатирик, к какому-то легкому жанру. А вы видите, как делается роспис по шкле и что такое брухские корунки? Усих, кто интересует роменствами, запрашивают в библиотеку имя Герцена. Тут открылась выстава декоративно-прикладной творчести «Родные краевиды». Авторы экспозиции – таленты с 5-й гомельской детячей школы мастерства, гуртка-рукодельницы при Центре социального обслуговывания насильства Центрального района, а так само гомельские ромесники. Интересно, что у выставе сполучились самые разные напрямки техники. Шкло, пража, тонкие, как павутина корунки, скура, дерева, тканина. Моя любимая пряжа – это лен. Очень люблю эту пряжу. Она очень достаточно сложно вяжется. Тяжело, потому что она немножко такая жесткая, но я ее со временем приручила. Воволе, усі экспонаты, за яких складается выстава, хочется долго разглядать, а значит, майстри для этого добре постарались. Например, картины, выполненные у технице витражного росписа по шкле, могут упрогожить кватеру, а строгий кабинет сделают больше утульным. Вообще называется заливной витраж, правильно. Ну, вообще, витражи же понятно, что они обычно в соборах были, там они запаивались, из смальты выкладывались, и ленты свинцовые запаивались. А это имитация своего рода. Ну, вообще, как оно появилось? Появились краски. Ну, и, естественно, художники стали сначала осваивать самостоятельно, ну, а теперь мы уже преподаем своим детям. Усё ж таки, лепш усе экспонаты убачить на своей вочи. Выстава чакая наведывальника уда 24-го соковика. Календарная зима скончилась, але и соковик часто бывает яши холодным и снежным. Воси перший тыдень весны обецает быть пераменливым. На выходных чакается похолодание. У першой полове гэтагаты дня макчым и мокрый снег. На особных участках дорог гололедится. У ночи будет каля нуля. У день поветры прогреется до плюс 5 градусов. День гэтагаты дня чатвер. Максимальная температура по ветру складе плюс 9 градусов. У пятницу крыху похолодает. У день будзе от 1 до 3 тепла. Макчым и невеликий снег. А у субботу уже мятелится. У целым у наступные выходные прогнозуется зимовый характер на дворье. Так что доставать весновые куртки пакуль рано, як и спешаться перебывать авто у летнюю гуму. Гэтая и иншая новинная информация о проектах телерадиокампании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Всего доброго. И до встречи у эфира. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. На электронную почту двух учреждений образования Гомеля вчера поступили сообщения о минировании. Правоохранители и спасатели отреагировали, но информация не подтвердилась. В сообщениях от неизвестных фигурировали гимназия номер 10 и средняя школа номер 67. К учреждениям образования направили на ряды органов внутренних дел и другие экстренные службы. Они оцепили территорию и блокировали входы в здания. Специалисты саперно-пиротехнической группы ВЧ-55-25 проверили все помещения. Взрывных устройств не обнаружили. По факту заведомо ложного сообщения об опасности проводится проверка. Выясняется все обстоятельства произошедшего. За прошедшие выходные и пятницу в области произошли 4 пожара, на которых один человек погиб, еще один травмирован. Уничтожена одна единица техники. В субботу около полудня произошло возгорание в гараже в поселке Цегельня Гомельского района. В результате огнем уничтожены легковые автомобили Форд Меркури 1998 года выпуска повреждены стены в кирпичном гараже. Пострадавших нет. Основная версия причины пожара нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Поздно вечером в пятницу поступило сообщение о пожаре жилого дома в агрогородке Ленина Добрышского района. К моменту прибытия спасателей дом был весь в дыму. Когда спасатели прибыли на место наблюдалось задымление в доме и у входа лежал мужчина без признаков жизни. Вероятнее всего события развивались следующим образом. До прибытия подразделения МЧС населением был вынесен из горящей комнаты мужчина 40-го года рождения, хозяин дома. После осмотра сотрудниками скорой медицинской помощи была констатирована смерть пенсионера. Пожар был ликвидирован спасателями. В результате пожара была повреждена кровать и пол в горящей комнате. Причина пожара устанавливается рассматриваем версия неосторожного обращения с огнем при курении. Житель Ветковского района сумел самостоятельно покинуть горящий дом, но без травм не обошлось. В воскресенье около 3-х часов ночи спасателям поступило сообщение о пожаре в деревне Шерстин. Хозяйка проживает в Гомеле, а в доме находился ее знакомый 1983 года рождения. До прибытия спасателей мужчина самостоятельно покинул дом, но позже обратился за помощью к работникам скорой медицинской помощи. С термическими ожогами тела его госпитализировали. В доме уничтожено имущество, повреждено потолочное перекрытие. Вероятнее всего пожар возник из-за нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. А в Гомеле мужчина получил ожоги, упав в костер. В субботу в 7 утра в Гомельскую городскую клиническую больницу номер один за помощью обратился человек с ожогами кистей рук. 21-летний парень ночью отдыхал вместе с компанией возле Волотовского озера и около 5 утра оступившись упал в костер. В результате получил ожоги рук и самостоятельно обратился за помощью. Обстоятельства сейчас выясняют правоохранители мужчина госпитализирован. В Жлобинском районе мужчина попал под грузовой поезд. Травмы оказались смертельными. Трагедия произошла 27 февраля около 5 вечера на железнодорожном подъезде Лукске. Предварительно установлено, что мужчина на протяжении дня до момента происшедшего употреблял спиртные напитки в различных заведениях города Жлобина. После чего очевидно направился к месту жительства пешком по рельсам в сторону города Рогачева. Данное происшествие имело место где-то на расстоянии около 14 километров от Жлобина в сторону Рогачева. Он шел пешком по пути навстречу приближающемуся поезду. Несмотря на подаваемые сигналы поезда с данного пути не сошел, было приимено экстренное торможение, однако избежать наезда на данного мужчину не удалось. В результате происшедшего мужчина погиб. Погибший житель Рогачева 1988 года рождения. Проводится расследование. С начала года на железных дорогах региона травмированы пять человек, четверо со смертельным исходом. Двое были в состоянии алкогольного опьянения. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Жлобинский Металлург сыграет в плей-офф хоккейного чемпионата Беларуси в экстралиге. В переходном турнире Столивары играли с Витебском. Двухматчевая дуэль завершилась в пользу Жлобинской дружины. В первом поединке на льду соперника Металлург праздновал победу со счетом 3-1. В ответном уже дома вновь была добыта Виктория. 5-2. В четвертьфинале Столивары встретятся с Динамо Молодечным. Гомель за путевку в следующий раунд поспорит с Гродненским Неманом. В других парах Шахтер сыграет с Химиком, а Юность с Брестом. Первые поединки плей-офф пройдут 3-го и 4-го марта. Гомель начнет нокаут-раунд на домашней арене Металлург на выезде. Женский гонбольный Гомель в очередном поединке чемпионата Беларуси дома играл с Берестием. О серьезности, с которой гомельчанки сейчас подходят к матчам именно с этим соперником, говорить, наверное, не стоит. В октябре минувшего года на самом старте чемпионата брестский коллектив сотворил небольшую сенсацию и обыграл действующего чемпиона. Причем на его поле. Уже в 2021-м во втором круге гомельчанки более чем уверенно реваншировались, победив соперника в гостях 42-22. И вот команды вновь встретились в Гомеле. Хозяйки, ведомые в отсутствии томожа чатры Александром Маджаровым, в первом тайме не дали соперницам усомниться, кто в этой паре фаворит. Внимательность в обороне и скорость в атаке позволили создать в первом тайме вполне комфортное преимущество 19-7. После перерыва гомельчанки позволили себе немного расслабиться, а ближе к концовке Маджаров и вовсе пустил в бой резервистов. В итоге брестчанки смогли подобраться ближе лишь на один гол 35-24 победа Гомеля. Самая результативная в рядах хозяек Наталья Котина 6 голов. Первый тайм был изумительный, ну, сыграли, как и говорил тренер, от защиты 19-7. Я считаю, что 7 мячей пропустить за 30 минут это идеальный показатель. Но второй тайм, как всегда, у нас получился не так хорошо, где-то не получилось концентрацию удержать, где-то, может быть, расслабились, вот, поэтому и пропустили достаточно, ну, я считаю, что много. Уже в ближайшую субботу, 6 марта, Гомелю играть с БНТУ БелАЗ. Центральное противостояние женского клубного белорусского гандбола пройдет в Минске. В нынешнем сезоне соперники встречались дважды, им пока в противостоянии претендентов на золото паритет 1-1. Мозырская жемчужина Полесье продолжает борьбу за путевку в полуфинал дивизиона А чемпионата Беларуси по волейболу среди женских команд. После двух побед на домашнем паркете Мозырянки дважды уступили Минчанке 2 в гостях. Счет в серии 2-2. Теперь судьба путевки в полуфинал решится 6 марта в Мозыре. Дубль жемчужины проиграл четвертьфинальную серию при Бужье. В полуфинале Брещанки сыграют с победителем пары Жемчужина Минчанка 2. Футбольные клубы из нашего региона сыграли очередные товарищеские поединки в рамках подготовки к стартующему вскоре сезону высшей лиги. Гомель в гостях обыграл футбольный клуб Минск 2-1. С таким же счетом Мозырская славя уступила Брестскому Динамо. Речицкий спутник разошелся миром со столичным энергетиком БГУ. Выступающий в первой лиге гомельский локомотив проиграл Витебску 0-2. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.